Всем привет! В эфире Puzzle English. Меня зовут Кэт Кена. Поехали! Ну что, Новый год наконец-то наступил. По китайскому календарю теперь уже тоже. И сегодня предлагаю поговорить о выражениях, в которых есть слово крыса. Давай отметим год крысы в полной мере. Они все довольно образные, поэтому будет очень легко запомнить. Начнем с выражения to quit or to join the rat race. The rat race это крысиные гонки. Как правило, используется фраза to quit the rat race, прекрати крысиные гонки. И речь идет о карьере, о работе. Когда ты карабкаешься наверх изо всех сил, соревнуешься, весь поглощен работой, у тебя не остается времени ни на семью, ни на что. В общем, ты такой трудоголик, работа, дом, работа и все. Это такое, это не очень положительное, не позитивное выражение, допустим. И использовать можно так. Да, я собираюсь прекратить эти крысиные гонки, потому что я бабло-то зарабатываю, а на семью времени не остается и деньги этого не стоят. Некоторые предпочитают to join the rat race, присоединиться к крысиные гонки. Следующее выражение было использовано в друзьях точно. И, как правило, оно используется в негативной конструкции. Это очень живописное выражение и живописный способ сказать, что тебе все равно, тебе наплевать. I don't give a rat's ass означает мне пофиг. Росс говорил в друзьях. I don't give a tiny rat's ass. Можно еще усилить, да? Мне наплевать на тебя и твоего брата, перестань звонить, оставь меня в покое. Вот так можем использовать. Следующее выражение, их два, но они синонимичны, они значат одно и то же, поэтому можно запоминать сразу оба. Означает выдать кого-то с потрохами, наябедничать, донести, вот это вот все. Может, преступник, например, донес на сообщников или наябедничал там где-то в школе, на друзей, как-то вот так. Пример такой. Поверить не могу, что ты так меня сдал маме с папой. Никогда в жизни тебе больше ничего не скажу. Вот так переводим. Следующее тоже очень образное и, наверное, понятное. О чем мы говорим, промокнуть до нитки, а они говорят Можете себе представить, да, утонувшая крыса не очень приятно выглядит. Как правило, это, ну, собственно, надо промокнуть для этого, чтобы так выглядеть. Когда она зашла в комнату с дождя, да, она выглядела как утонувшая крыса, прилипшая к лицу волосы, вот это все. Вот так. Еще одно выражение со словом крыса, их, как выяснилось, так много. To smell a rat означает подозревать что-то, заподозрить неладное, почувствовать, какое-то русское есть выражение. Сейчас не вспомню. Я думаю, понятен смысл. I don't think this was an accident. I smell a rat. I bet you had something to do with this. Когда ты, да, говоришь человеку, что я не думаю, что это был несчастный случай, I smell a rat, я чувствую что-то неладное. Здесь какой-то подвох. И I bet you had something to do with this. Готов поспорить, ты в этом замешан. Что-то ты здесь сделал не то. Ну и последнее выражение. У нас есть такое же на русском языке. Бежать с корабля, с тонущего корабля, как крыса бежать. Да, вот что-то такое есть. Такое же точно на английском. Like rats from a sinking ship. И значение такое же, когда какой-то, можно, как правило, это в фигуральном, да, значении, не в буквальном. Когда что-то идёт не так. Я знал, что этот бизнес был обречён, когда сотрудники начали один за другим увольняться, бежать как крыса с тонущего корабля. Ну что ж, все выражения про крысу имеют не очень позитивное значение. Почему-то это животное вызывает такие вот негативные ассоциации у людей. Но я надеюсь, что этот год крысы принесёт тебе только хорошее, только приятные события. И продолжай учить английский с Puzzle English. Продолжение следует...